Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас подскажу одну технику, как можно двух зайцев сразу подбить. Сделать спину ровной, менее сутулой, так еще и открыть каналы радости, которые загашенная радость, либо наоборот избыточно выраженная, чтобы ее проявить, чтобы на теле не было этих знаков и не портили они вам фигуру. Поехали, показываю. Сегодня нам поможет вот такая инфузория туфелька. У кого какие ассоциации, пожалуйста, в комментариях можете написать. В общем, нужно найти грудину от рукоятки до мечевидного отростка. Это у нас примерная проекция грудины. Вот это красным, примерная проекция ребер. Вот это вот зеленым, это есть те самые пункты фасциального скручивания. То есть это точки, где фасция скручивается, либо по часовой, либо против часовой стрелки. Они могут быть как на самой грудине, так и на месте перехода грудины и ребер. То есть где ребра соединяются с грудиной. Задача. То есть нащупать эти болючие точки. То есть мы щупаем, щупаем, и когда доходим на нужной, будет болезненность. И в этой болезненной точке делать вращение в одну сторону и в другую сторону. И когда мы вращаем, болезненные ощущения будут либо увеличиваться, либо уменьшаться. То есть мы нашли болезненную точку, повернули ее, допустим, по часовой стрелке, боль стала больше. Нам туда не надо. Мы нашли болезненную точку, повернули ее против часовой стрелки, значит боль стала меньше. Как это завязано с энергией невыраженной радости. То есть если у нас точка болючая, значит у нас есть признак, что у нас радость либо слишком выражена была в какой-то период жизни, либо наоборот, излишне подавлена. Если у нас получается боль уменьшается, когда мы крутим точку по часовой стрелке, значит у нас был признак подавленной радости. Потому что движение по часовой стрелке означает открытие канала. То есть мы даем энергию и болезненность становится меньше. То есть мы, грубо говоря, через фасциальную линию даем радость в эту точку. А если мы наоборот, крутим ее против часовой стрелки и боль уменьшается, то есть мы канал закрываем. Это говорит о том, что у нас в какой-то период жизни, то есть у пациента, был момент излишней радости. Когда он радовался больше, чем надо и не в попад, так скажем. И каждую из таких точек болезненных, которые мы находим, мы отрабатываем. Это же даже на чакру можно завязать сердечную, которая отвечает как раз-таки за радость, счастье и любовь. Поэтому каждую из этих точек надо отработать до тех пор, пока они не станут безболезненными. И как только они стали безболезненными, технику можно заканчивать. Сейчас у вас в подсказочках выйдет еще одна техника, где я показываю, как растягивать себе грудину для того, чтобы убрать сутулость. Потому что именно эта техника устранения болевых точек на грудине и открытия, либо закрытия каналов радости, чтобы скоординировать эту энергию, она начинает скомкивать все вовнутрь. И таким образом скомкивание приводит к тому, что плечи заворачиваются и спина начинает сутуливаться. Поэтому работая по этой технике, также устраняется сутулость. И так вот, отрабатывая вот эту инфузорию туфельку, точнее точки фасциальных скруток на грудине, мы помогаем организму раскрывать свою работу, чтобы было меньше зажатостей, либо наоборот избыточных расслабленностей фасциальных в теле. Вот такой простой обычной техникой. Пользуйтесь, пробуйте. Всех выздоровлю.